Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сотрудники природоохранной инспекции выловили на Днепре двух рецидивистов. Нарушители закона успели поймать только 15 рыб, но несмотря на это были привлечены к уголовной ответственности. Инспекторы патрулировали реку, когда на глаза им попались рыбаки-любители с двумя сетями. Улов мужчин оказался небольшой. Общий ущерб, нанесенный окружающей среде, оценен в 15 базовых величин. Но повторное привлечение к ответственности предусматривает более серьезное наказание. В 2017 году указанные граждане привлекались к административной ответственности за незаконное рыболовство по части 1 статьи 1535 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Поэтому на сегодняшний день в деянии граждан усматривается состав преступления, предусмотренной частью 1 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В хойниках на пожаре погиб человек. Мужчину опознали родственники. По их словам, накануне вечером он ушел из дома и не вернулся. Неизвестные обстоятельства привели мужчину 1967 года рождения на собственную дачу. Однако идея переночевать там оказалась фатальной. Дом абсолютно не был оборудован для жилья в зимнюю пору года. 7 февраля на Центр оперативного управления в 4 утра 58 минут поступило сообщение, что в городе Хойники по улице Чкалова горит дом. По прибытию информация подтвердилась. Звеном газодомозащитной службы при обнаружении в 5.14 погибшего установлена его личность. Причина возникновения пожара устанавливается. Все подобные версии отрабатываются соответствующей группы. Сокрытие семейной поножовщины привело к смерти 43-летнего мужчины. 2 февраля во время ссоры его ножом ранил родной дядя. Проживали родственники совместно. И с целью скрыть инцидент было решено не вызывать ни скорую помощь, ни милицию. В течение трех дней раненый мужчина находился в доме без профессиональной медицинской помощи. В итоге 5 февраля он скончался от полученных ранений. Первоначально пенсионер пояснял, что племянник приехал домой уже будучи раненым. Он получил якобы телесное повреждение от того, что упал на некий острый предмет. Однако впоследствии на допросе пенсионер все же сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он подозревается в умышленном причинении телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.